И снова здравствуйте, с вами Дэв. Ну а сегодня у нас на обзоре фигурка Блэйда от компании Мэско 1к12. Фигурка у меня еще лежит с нового года. На новый год я ее открыл и больше не трогал, решил оставить до обзора, поэтому давайте знакомиться с ней вместе. Давайте посмотрим для начала на коробочку. Коробочка, как обычно для данной линейки Мэско, чрезвычайно большая для очень маленькой фигурки внутри, но как бы это оправдано большим количеством аксессуаров. Коробочка сделана очень базово, красивая надпись Блэйд, сверху 1к12. Какой-то непонятный логотип, хоть я и делал биографию Блэйда, это правда было очень давно, ссылка будет где-то вот здесь, очень советую посмотреть, персонаж крайне интересный, но я вот этого логотипа почему-то нигде не припомню. Если кто-то подскажет, что это, буду очень благодарен. И на оборотной стороне у нас вот такая вот красота, где видна вся фигурка во всей красе, все аксессуары, которые идут с ним в комплекте, а также несколько промо-фоток, которые шли вместе с фигуркой. И, собственно, вот именно эти промо-фото мне ее и продали. Когда я ее увидел, то случился шарап и тег мэмори. Как это обычно, собственно, и бывает. Итак, фигурка открыта, и она идет просто с колоссальным количеством всего. Давайте начнем постепенно и посмотрим на все это дело более детально. Во-первых, самое интересное, разумеется, лично для меня, это подставка. Очень красивая подставочка с логотипом Блэйда, он выгравирован, то есть это не наклейка, это реальная гравировка, которую покрасили. У нее есть сквозное отверстие, в которое можно вставить либо вот этот штырек, который можно будет потом закрепить в ногу фигурки, либо, что мне лично кажется намного лучше, это использовать вот эту подставку, потому что фигурка на вот этом штырьке держится очень плохо, он слишком короткий. Поэтому, мне кажется, нет ничего лучше, чем зафиксировать фигурку в поясе вот этим вот зажимом. Как вы видите, здесь есть болты, оно все поворачивается, все гнется. Я, если честно, не пробовал снимать одну часть, потому что, мне кажется, он слишком длинный, но в теории, конечно, это возможно, выкрутить один болт, убрать одну секцию и просто зафиксировать фигурку в стоячем положении. Хотя никто не мешает сделать как-то так. Держится он замечательно. Да, я думаю, как-то так это зафиксировать можно будет. В общем, в любом случае, посмотрим, как и говорил, я ее не позировал. Давайте отложим это в сторонку. Сама фигурка из аксессуаров, на нем одеты очки, плащ, и я ему добавил вот сюда несколько колышков серебряных. Но давайте мы на это посмотрим более детально позже, а теперь самое интересное. Для меня это было в новинку, когда я открывал фигурку Рипера. Ссылочка на нее будет вот здесь. И там был вот такой вот пакетик. Мне приходится покупать эти пакетики для аксессуаров, фигурок, чтобы ничего не потерять. Но здесь это все дело предусмотрено. Все-таки это цена, это качество. Поэтому очень-очень приятно. И опять-таки, для меня это вновшество. Для людей, которые это коллекционируют всегда, скажут, наверное, баян. Давайте посмотрим, с чем же он идет внутри. И пока у меня заряжается камера, в комплекте идет два листика небольших. Первый гласит о том, что меч крепится на магнит, и его можно... Фокус. И его можно одеть на фигурку даже на одежду. Мы на это посмотрим более детально чуть дальше. И я хочу уделить конкретно, буквально граммочку внимания вот этому дисклеймеру. Здесь говорится, что это фигурка, а не игрушка, созданная для того, чтобы ее коллекционировать, собирать. Для взрослых людей, которым выше 18 лет. Это к вопросу тому, насколько данные фигурки можно называть игрушками. Насколько это считается детским контентом прийвет YouTube. А также, на что я конкретно хочу обратить внимание, у меня просто спрашивали об этом как-то в комментариях. То ли в комментариях, то ли мне кто-то в личку писал. И конкретно жаловались на то, что у фигурки-карателя от Mesco в этой же линейке очень плохой материал одежды. И он быстро изнашивается. Я тогда этого не совсем понял, и вот на это ответ. Здесь говорится, что фигурка очень артикулированная, то есть у нее много суставов. И на ней одета одежда из настоящего материала, из настоящей тряпочки. Поэтому крайне не рекомендуется ее заигрывать, ей играть, постоянно позировать, менять позы, двигать суставы. Потому что это может повредить одежду, которая не предназначена для этого в принципе. Также не рекомендуется снимать нательную одежду, не плащ, а его майку и штаны, ибо оно единое целое вместе с самой фигуркой. Также есть маленькие детали, которые можно потерять, и с этим нужно быть аккуратней. Итак, аксессуаров, как вы видите, здесь тонны. Давайте попробуем быстренько поговорить обо всех и каждом. Во-первых, как вы видите, здесь идет огромное количество рук. Они очень маленькие, поэтому давайте попробуем к пинцетику прибегать. Во-первых, это рука с полусжатым кулаком. В нее можно вложить либо меч, либо колышек, либо же рожок для огнестрела. Детализация, как вы видите, здесь, конечно же, на очень большой высоте. Здесь очень хорошо проработаны краски. То есть серебряный, красный, цвета ровные, текстура пальцев в кожаных перчатках присутствует. Таких руки у нас идет две. Где-то здесь была вторая. Да, вот вторая такая же. Далее рука сжатая в кулак. Таких тоже две. Далее вот такая вот рука. Я, честно говоря, затрудняюсь сказать сейчас на скорую руку, для чего конкретно это можно использовать. Но учитывая то, что это полураскрытая ладонь, это можно использовать либо для того, чтобы он держал огнестрел, либо для того, чтобы поддерживал огнестрел, ибо с ним идет дробовик. Возможно, можно использовать еще для каких-то целей. В любом случае, прикольно, что есть. Далее раскрытая, пардон, не раскрытая ладонь, а распрямленная ладонь. Можно использовать для того, чтобы блейд мог отдавать честь или же показывать прямо. Но это на вскидку просто. Далее. Ставьте лайк. Рука с пальцем на курке, на спусковом крючке, пардон. Таких у нас идет, нет, такая одна. Далее. Я думаю, все-таки вот эта вот рука будет больше использована для ношения огнестрела, хотя это расслабленная версия ладони, просто кисти. Сделана, в принципе, тоже очень классно, и мне вот эта рука очень нравится. Обязательно, обязательно. У каждой фигурки должна быть вот такая вот рука с силовым напряженным жестом. И еще две руки с взведенным курком. Раз и два. Вот вроде как и все по рукам. С этим мы закончили. Далее с ним в комплекте идут серебряные колышки. Их в комплекте идет шесть. Три у меня на фигурке. Да, он выглядит сейчас очень страшно. И еще три, я так понимаю, запасных. Покрашены просто в ровный серебряный цвет, но, как вы видите, текстура на этом присутствует. И это замечательно, что на такой маленькой детальке, но добавили текстуру. Это очень классно. Их у нас три. Далее с фигуркой идут съемные очки. Вот это меня поразило, если честно. Я не ожидал. Я думал, что они будут просто частью головы. Но нет, они съемные и, как вы видите, они покрашены даже по-разному. Места, где есть стекла, это металлик. Места, где оправа, это матовый цвет. Они идеально ложатся на голову и заходят за уши. Идеально. Очков у нас идет три. Я так понимаю, что, опять-таки, это сделано из даже четыре. Я так понимаю, это сделано для того, что, если вдруг оно потеряется. Ибо они очень маленькие. И в случае падения фигурки с полочки, оно обязательно улетит в никуда и пропадет в бездну, как мы все с вами знаем. Далее в комплекте с фигуркой идет рожок для его автоматического пистолета. И у меня перегорелась камера. А мы продолжаем. Далее у нас идет два классических бумеранга Блэйда. Бумеранг или как это правильно назвать? Ну, вы помните, это было в замечательном фильме 98-го года он, да, с Луэстом Снайпсом. Кстати говоря, мой любимый фильм по героям Марвела. Сделано замечательно. Как вы видите, и зазубрины есть, и текстура отличная. Просто отлично. Таких у нас идет два в комплекте. Итак, еще одна мелкая деталь у нас, это вот этот вот кусочек. Это магнит, который крепится на меч. Как вы видите, вот он. Магнит на самом деле очень сильный. Крепится на меч он следующим образом. Я так предполагаю, что вот эти выемки, они как раз сделаны для этого. Вот как-то так мы его крепим. И, в принципе, он держится даже через майку и через куртку. Сам меч. Ну, во-первых, давайте на ножны посмотрим. Сделаны они достаточно симпатичные такие, технологичные. Не просто какое-то там ножны для меча, черные и так далее. Нет, здесь есть текстура, здесь есть покраска, причем ровная. На самой рукояти меча то же самое. И вот сам меч. Меч покрашен в серебряный цвет. Очень красиво сделан. То есть у него и углубление есть, и кровоток есть, и рукоять, которая была в фильме. Я, если честно, не уверен, насколько она была в комиксах, мои познания о комиксах Блэйда достаточно поверхностные. Я мало его читал. Поэтому расскажите, пожалуйста, если данный часовой механизм был у Блэйда в комиксах. Далее. В комплекте идет пояс, который изначально одет на саму фигурку. У пояса есть два кармашка, которые служат просто для декорации. И ножны, в которые можно что-то вложить. Вопрос заключается в том, что. Что сюда можно вложить? В теории сюда можно вложить рожок дополнительный для пистолета, чтобы он просто тут был. В теории сюда можно вложить вот это. Это, скорее всего, оно и есть. Скорее всего, это ножны для бумеранга. Потому что, что еще, я затрудняюсь сказать. Но это просто мое предположение. Я думаю, что при наличии фантазии можно сделать многое. Как вы видите, он расстегивается. И он... Вот у него обычная маленькая клипса. Он расстегивается. И он сделан из мягкой резины. Далее. В комплекте идет автоматический пистолет блейда. Затвор. Он покрашен в черный металлик. И серебряный металлик. Плюс ко всему, рукоять сделана из шершавой поверхности. И она более матовая. И у него есть небольшое отверстие, в которое можно вставить вот такой вот эффект выстрела. На конце есть пуля. Да, вас не подводит зрение и меня тоже. Это божественно. Это просто супер. Нет слов. Это офигенно. Да, я думаю, все-таки лучше вот так вот будет. Выглядит, конечно, просто замечательно. Да, рожок вытаскивается. Зачем? А почему нет? Ну вот действительно. А почему нет? Если можно сделать так, почему не сделать? Огромное спасибо авторам. Это супер. Далее в комплекте идет дробовик. Во-первых, вот эта вот часть. Она на самой обычной собачке. Ну, во всяком случае, ее называли так в моем сровом детстве. Начало нулевых. Она сделана из ткани. И вот это вот, то, что мы в детстве называли собачкой, она металлическая. Ее можно крепить вот тут вот на маленькое металлическое ушко. Это что? Это уголь. Да, я курю кальян. Прошу прощения. Далее дробовик. У дробовика тоже покрашен он, мне кажется, здесь больше черного все-таки. Но серебряное напыление определенно есть. Также есть отверстие для того, чтобы можно было вставить эффект огня. И опять-таки, а почему нет? Если это можно добавить, почему не добавить? Это замечательно. Это просто восхитительно на самом деле. И выглядит это вот так. Опять-таки, смотрится на фигурке. Это замечательно. И выглядит издалека тоже очень классно. То есть, к этому можно приделать ремешок, повесить его на плечо Блейду. Теперь голова. Обычная основная голова Блейда. Сделанная по мотивам, я так понимаю, комиксов. Либо это просто рандомное лицо. Он не сделан по образу Уэстли Снайпса. И я не уверен, что его делали по конкретному комиксу. Если кто-то знает, где конкретное лицо фигурировало, напишите, пожалуйста, в комментариях. Однако, есть определенные вещи, которые явно напоминают о фильме. А именно, это татуировки на шее. И на затылке. А также и его прическа. Борода. При этом борода, это просто покраска. Нет, это не лепка. Как вы видите, вылеплено это все дело просто замечательно. На лицо можно смотреть очень долго и продолжать находить какие-то новые линии, углубления и так далее. Брови за глаза, мимика, углубление кожи, морщинки. Это просто отлично. И возвращаясь к очкам, как они на нем сидят. Да, детальки мелкие. Правильно писали в дисклеймере. Как вы видите, оно очень четко заходит прямо ровно за уши и фиксируется на носу. Оно не смотрится как-то несуразно, не аккуратно. Нет, оно смотрится так, будто это литое и вылепленное вместе с самой фигуркой. Это превосходно. Также в комплекте идет еще одна голова с открытой челюстью и с клыками. И вот это мне очень нравится. Я определенно буду позировать Блейда именно с этой головой. Та же самая прическа, те же самые татуировки, но вот открытая челюсть, она прям замечательная. Каждый зуб вырисован, есть определенные тени внутри рта. Это просто восхитительно. И опять-таки очки. Мне кажется, это просто супер. Вот в сравнении две головы. И последний аксессуар, который идет в комплекте с Блейдом, это, разумеется, его плащ. Я так понимаю, это кожезаменитель. Да, определенные волосинки, ниточки где-то торчат. Но в любом случае, я думаю, зажигалка это все дело исправит. У него даже есть молния, которую реально можно застегнуть. Очень нравится контраст цветов. Черный и очень красивый красный. Также, если я правильно понимаю, то вот эта часть, вот эта вот, там вшита проволока. Поэтому плащу можно придать совершенно любую позу и форму. Можно сделать, чтобы он был ровный. Можно сделать, чтобы он был развивающийся. И это определенно, определенно замечательно. Ну что ж, давайте посмотрим на саму фигурку Блейда. Итак, фигурка Блейда. Чуть не забыл. Бумеранг складывается. И это замечательно. Да, то есть, эти вот ножны, они как раз таки для него. Пояс никак не фиксируется, он просто на фигурке болтается. Но, в любом случае, как мы уже выяснили с дисклеймера, это не игрушка, а фигурка. Его нужно как-то зафиксировать и все. Если его зафиксировать в определенной позе, он никуда никогда не денется. Итак, сама фигурка. Как написано было в дисклеймере, одежда не снимается, она плотно прилегает к телу фигурки и не должна сниматься. Если кто-то хочет заморочиться, да, наверное, можно попробовать, но я в этом смысла никакого не вижу. Майка сделана из очень упругой обтягивающей ткани. Как вы видите, она тянется. Она очень хорошо обтягивает фигурку и показывает мускулатуру Блейда, что замечательно. Мне это очень нравится. У штанов, как вы видите, пояса нет, потому что пояс одевается сверху. Зафиксируем его уже в самом конце. И это такой же точно кожезаменитель, что ли. Потому что кожей оно не пахнет, но сделанность и стилизована очень, очень классно. Очень нравится красная тонкая строчка по краям его майки. И, как вы видите, все это блестит. То есть он яркий, он бросается в глаза, разве что маленький. Давайте посмотрим на фигурку по ее суставам и заодно познакомимся с ее детализацией. Голова, как мы видели, установлена на шаровом шарнире, но при этом есть еще сустав шеи. Поэтому он очень хорошо смотрит вниз и совершенно замечательно поднимает голову наверх. Также он поворачивается на 360 градусов и наклоняется из стороны в сторону. Из-за того, что двойной сустав шеи ему можно придать практически любую позу и он может смотреть в любое направление. Это просто отлично. Далее в плечах установлены суставы, которые позволяют плечу подняться вот таким образом. Разумеется, он вращается вокруг своей оси, но учитывая то, что к нему пришита майка, мы этого делать не будем. Но рука совершенно свободно поднимается. Далее в локте очень красиво под майкой спрятан двойной сустав. Кстати говоря, на теле есть татуировки, то есть в теории, так понимаю, все-таки его можно раздеть. Но мы этого делать не будем. Двойной сустав позволяет локтю гнуться вот таким вот образом, то есть очень-очень свободно. В кисти установлен интересный сустав. Вот он, как вы видите, он вращается. Это шаровой шарнир, плюс ко всему петля. Поэтому это не сковывает движение руки и, по большому счету, при желании руку можно поставить тоже в совершенно любое направление и как вам это угодно. А так сама по себе рука ходит вверх-вниз, ибо так поставлен в настоящее время сустав. Далее в диафрагме установлен сустав, который позволяет диафрагме чуть-чуть ходить с стороны в сторону. Дальше он не ходит, потому что, опять-таки, сковывает движение майка, но нам это и не нужно. Зачем поворачивать фигурку больше, чем на вот такой вот угол, я не понимаю. Вперед он не наклоняется, но может отогнуть спину чуть-чуть назад. В поясе установлен сустав, который позволяет фигурке вращаться вокруг своей оси и буквально граммочку ходить из стороны в сторону. Далее в ногах установлены обычные стандартные петли, которые позволяют блейду хорошо шагнуть вперед, отогнуть ногу назад, насколько позволяет натяжка штанов, и садиться на полный шпагат. При определенном желании это можно сделать. Кстати говоря, вот кармашки для его кольев. Отлично. Детализация здесь есть, это реально выглядит как ремешок. Далее в колене установлен двойной сустав, который позволяет колену вот таким вот образом очень хорошо, очень свободно гнуться. В надкоснице, в ботинке, в основании установлен сустав, который позволяет ботинку ходить из стороны в сторону. И в щекотке установлен сустав, который позволяет щекотке подняться наверх, оттопыриться назад и очень-очень хорошо ходить из стороны в сторону. Поэтому фигурка очень устойчивая и стоит совершенно замечательно без подставок и без штырьков. Высота фигурки блейда 16,5 см. То есть он маленький, но опять-таки это формат 1 к 12, это формат стандартный МЭСКО, который они позиционируют и продвигают как бренд. На нем одета майка и плащик, меч с его магнитом. Все. Он на самом деле очень хорошо магнитится и держится за спиной. Для меня, если честно, была загадка, каким образом фиксировать меч изначально, но вот сейчас, когда мы все это дело посмотрели, оно встает на свои места. И, как вы видите, он даже не бросается в глаза. Такое ощущение, что это прямое продолжение его плаща и он вмонтирован в фигурку, но нет, это магнит. Это тоже очень-очень классное решение. Итак, подводя итог этого видео, хочется еще раз сказать, что фигурка блейда определенно получилась очень классная. Мне кажется, что аналогов у данной фигурки в данной ценовой категории просто нет. Есть фигурки блейда дороже, которые сделаны по фильму с Уэсли Снайпсом, если не ошибаюсь, я не уверен, насколько они еще есть на рынке. Также есть фигурки намного дешевле. Почему? Потому что персонаж блейда пока что не популярен. Как только выйдет новый фильм, обязательно персонаж летит, попрут фигурки. На сегодня это лично, в моем понимании, абсолютный топ. Однако, еще раз говорю, это просто мое понимание, просто мое мнение. У каждого оно свое. Возможно, вы найдете какую-то другую фигурку блейда, которую посчитаете очень классной. Но сейчас же я думаю, что он абсолютно шикарен и аналогов ему нет. Насколько его можно на сегодня найти на рынке фигурок, я затрудняюсь сказать, поскольку я делал на него предзаказ в начале 2019-го. 2019-го. Пришел он ко мне в конце 2019-го. И вот, собственно, сейчас он все-таки добрался до камеры, до обзора. Поэтому, насколько его сегодня можно найти на рынке, не знаю. Но если вы найдете его и вам нравится блейд, определенно. Мимо проходить не стоит. Фигурка замечательная. Ему можно придать колоссальное количество отличных динамических поз. Можно снять плащ, можно одеть плащ. Можно дать ему в руки огнестрел. Можно дать ему в руки меч. Можно поставить его с покерфейсом. Можно придать ему оскал. Все ограничивается лишь вашей фантазией, не более. Поэтому, я думаю, говорить здесь больше особо нечем. На этом я предлагаю закончить обзор. И перед тем, как мы закончим, последнее, что я хочу заметить, что блейд это последнее, что у меня осталось запакованное в коробке частично. Более у меня новых фигурок нет. Когда появится что-то новое из того, что у меня уже было заказано, я не знаю. Потому что в современной реальности, в нашем мире, в котором мы живем на сегодняшний день, сейчас 24 апреля 2020 года, когда бушует коронавирус, границы закрыты и поставки, в принципе, очень затруднены, я не знаю. Как только что-то появится, обязательно сообщу. Подписывайтесь на группу ВКонтакте. Все новости обо всех поступлениях в мою коллекцию. Все, что планируется на обзор, будет поститься там. Поэтому следующие два видео будут просто разговорные. Это будет влог. Мы поговорим с вами о том, как искать и выбирать фигурки. Потому что меня постоянно об этом спрашивают. Мне кажется, что просто нужно один раз делать видео и потом указывать людям на него, где будет дан развернутый полноценный ответ. И также сделаю обязательно видео, которое я очень давно хочу сделать, о ценовой категории фигурок. Почему я выбираю именно эту фигурку, а не какую-то другую. Потому что, опять-таки, меня об этом часто спрашивают. Мне кажется, это интересная тема, о которой можно поговорить. На этом, я думаю, можно заканчивать данное видео точно. Если вам понравилось и вы хотите увидеть еще обзоры фигурок, они определенно будут. У меня в коллекции еще много всего, что стоит на полке, но не было ни разу в объективе камеры. То подписывайтесь на данный канал, жамкайте на колокольчик, дабы не пропустить обновления. Также, если вы хотите помочь данному каналу в развитии, то подписывайтесь на Patreon. Я в настоящее время коплю на новый свет, чтобы придать фигуркам большую реалистичность, чтобы сделать обзоры более красочные и избавиться от теней. Следующим пунктом будет приобретение хорошего микрофона для биографии и для вот таких вот влогов, о которых я только что говорил. Поэтому, если вы хотите поддержать данный канал, то подписывайтесь на Patreon. Там есть ряд небольших плюшек. Также видео на Patreon выходят раньше. Я вам за это буду искренне благодарен. Ну а на этом, я думаю, все. Благодарю вас за просмотр. Умейте радоваться мелочам и не отказывайте себе в удовольствиях. Всего доброго!